Беларусь-2 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 равнопостольного князя по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стефана принесен в города Гомельской епархии. Первыми поклонились святыни жители Жлобина. В этот же день архиереи посетили Свято-Успенский женский монастырь в деревне Казимирово Жлобинского района. Искренне радуюсь тому, что совершается сегодня на Гомельской земле. Под амафором епископа Стефана происходит очень много хорошего, важного на благословенной, теперь я уже говорю с полной уверенностью на благословенной Гомельской земле. То, что мы сегодня видим и в Гомеле, и в Жлобине, это преображение внешне, украшение городов, украшение веси. Это все свидетельствует о том, что сегодня происходит внутреннее преображение человека. Трудоустройство молодых специалистов, открытие новых детских садов и обеспеченность жильем. Это лишь некоторые вопросы, которые поднимались на минувшие недели во время приема граждан начальником управления образования Гомельского облсполкома Сергеем Порошиным. О проблемах и достижениях отрасли наш следующий материал. В общественной приемной Гомельской областной организации «Белая Русь» жарко не только по причине высокой температуры воздуха. На прием к руководителю системы образования люди приходят с проблемами, которые самостоятельно решить не могут. К примеру, получение работниками отрасли арендного жилья. Еще один вопрос – льготы для молодых специалистов. Некоторые из выпускников выбрали свободное распределение, но теперь выяснилось, ни материальных выплат, ни определенных социальных льгот в таком случае не предусмотрено. А вот что касается непосредственно трудоустройства, то здесь особых проблем возникнуть не должно. В этом году прибудет около 900 молодых специалистов в отрасли образования. Я думаю, что уверен в том, что они будут все трудоустроены и обеспечены работой по специальности либо близкой к педагогической специальности. Жилищное строительство в Гомеле ведется постоянно, но одновременно с решением квартирного вопроса этот процесс создает и еще одну достаточно актуальную проблему – не хватает детских дошкольных учреждений. Для ее решения необходимы значительные средства. Один детский сад стоит около 70 миллиардов белорусских рублей. Пока вариантов немного – оставлять детей на кого-то из родных или везти в другие районы города, где есть свободные места. Была, правда, идея открытия частных детских садов, но по ряду причин реализовать ее не удалось. А вот план по подготовке школ к новому учебному году выполнен практически в полном объеме. В 11-й Гомельской средней школе для этих целей использовали как бюджетные средства, так и почти 140 миллионов, которые заработали самостоятельно через заказание платных образовательных услуг и сбор вторичных ресурсов. Кроме того, часть работ выполнили по программе летней трудовой занятости. Перед началом нового учебного года у директора Натальи Литвиновой неплохое настроение. И учебниками учреждения полностью обеспечили, и новая мебель в классах появилась. И самое главное – школьники будут учиться в более комфортных условиях. Абсолютно качественно отремонтированы все кабинеты школы двух его зданий. Мы осуществляем замену мебели в двух зданиях школы. И на сегодняшний день ждем наших детей, которые придут 1 сентября в обновленную 11-ю школу. В Мозере в торжественной обстановке открыли городскую поликлинику номер 2. Это учреждение здравоохранения распахнуло свои двери для пациентов после реконструкции, на которой находилось с 2012 года. На проведение ремонтно-строительных работ из бюджета было потрачено свыше 10 миллиардов рублей. Кроме того, приобретено медицинское оборудование на сумму около 800 миллионов из средств Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского полесья на 2011-2015 годы. На открытие медицинского учреждения побывал Дмитрий Котов. Открытие городской поликлиники в отдаленном микрорайоне Заречный – событие долгожданное. В течение последних трех лет, пока шла реконструкция, жители района могли получить медицинскую помощь в здании местной школы. В нескольких классах находилось специальное оборудование. Однако, чтобы попасть к специалистам узкого профиля, необходимо было отправляться в центр города. Особенно тяжело приходилось пожилым людям, для которых такие поездки в общественном транспорте были достаточно частыми. Теперь получить всю необходимую медицинскую помощь можно рядом с домом. В хирургии не было, потом эндокринолога не было, потом и многих врачей не было. А у нас тут очень много болит с сахарным диабетом, надо к эндокринологу туда. Теперь тут уже будем на месте. А там очередь большая, весь город там. Поэтому очень удобно, когда тут в микрорайоне Заречный, вот эта поликлиника. Проведенный капитальный ремонт полностью изменил внешний вид поликлиники, начиная от стен помещения до появления нового современного оборудования. Доступность медицинской помощи, повышение качества обслуживания, создание принципиально новых условий как для пациентов, так и для медперсонала. Такие задачи стоят перед обновленным учреждением здравоохранения. Здесь предусмотрен прием врачами-терапевтами участковыми, врачом-педиатром участковым, врачом-хирургом, врачом-стоматологом и врачами-специалистами по графику. Кроме этого, предусмотрены и имеются все необходимые вспомогательные, так называемые, кабинеты для полноценного приема и оказания первичной медицинской помощи. В микрорайоне Заречный проживает более 5000 человек. Новое медучреждение рассчитано на прием 250 пациентов за смену. Местные власти надеются, что высокий профессионализм и внимательные отношения к каждому пациенту будут постоянным принципом в работе городской поликлиники номер 2. Надеемся, что этот объект будет востребован для наших жителей микрорайона Заречный и они будут удовлетворены медицинским обслуживанием. В Гомеле прошел День Добра. Путь милосердия предложил БРСМ, который организовал боготворительный марафон «Все краски жизни для тебя». К акции присоединилась Екатерина Сопельникова. Для того, чтобы стать добрее, не нужно учиться в университете или посещать специальные тренинги. Достаточно быть человеком. Помочь ближнему просто, считают активисты БРСМ. Благотворительная ярмарка, раздача буклетов, памятные фотографии, посадка дерева радости в доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития, а главное внимание и теплые слова, именно этим щедро делились ребята. Кроме того, они подготовили конструктивное предложение, как развивать благотворительное движение на Гомельщине. Мы провели дебаты в рамках проекта «Выбирай.бай», целью которого было узнать проблему волонтерства, с чем сталкиваются, с какими препятствиями молодые люди, которые просто хотят безвозмездно отдать частичку добра, но, к сожалению, иногда встречают какие-то, скажем так, преграды. Участие в благотворительном марафоне приняли белорусские звезды. Своим примером они доказывают, творить добро – это духовная необходимость. Первая очередная задача, скажем так, даже не задача, а, вероятно, необходимость отдать кусочек того, что мы можем сделать, как артисты. Часть себя в данной ситуации – это, наверное, самое малое, что мы можем тому, кто нуждается в этой помощи. Кульминацией Дня добра стал концерт в общественно-культурном центре, который проходил под названием «Все краски жизни для тебя». Мероприятие было организовано в поддержку двух комельских студентов, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Дарья Мазуренко и Владислав Климашевский попали в ДТП. Помочь молодым людям мог каждый, для этого просто нужно было купить билет на концерт. Этот благотворительный марафон – напоминание. Для милосердия у нас есть каждый день. Есть ощущение сопричастности к тому доброму, что происходит, что творится в этом мире. И мы стараемся любым способом вот к этому как-то присовокупиться. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Александр Гамоля. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова